а женщина становится стабильнее лучше от любви и от забот то есть что нужно реке вот давайте представим вот смотрите допустим есть река течет плотину поставить то есть вот это нельзя нельзя совсем да что будет река делать она наполняет ей надо жить до женщина может забыть свои желания или нет нет мужчина может может женщина города он забывали отлично двигаемся дальше и так плотина есть женщина же хочет счастья что она делает дальше она наполняется 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 до плотина наполняется и рекламная пауза про книги прагни я понял так ну вот надо мои книги покупать короче объявление там у меня много книг я их писал писал что-то и надо теперь покупать вот книги это это ну это более систематическое знание то есть лекциях я вам что-то рассказал что-то забыла там все подробно есть книга жизнь любви вот по этой книге эта лекция можно взять эту книгу ну то есть какие вас тем интересует там много разных вариант вот я объявление сделать все движемся дальше итак следующее чтобы плотина да то есть плотина поднимается то есть река поднимать чего дальше будет или она вообще выйдет из русла то есть бросит мужа второй вариант будет огибать то есть обманывать да то есть будет огибать плотину и третий вариант она через нее перетечет ну то есть ну все равно сможет как бы добиться своего и еще один вариант она сметает плотину просто и плотина валится и катится по реке ну то есть вот вот этот мужской стиль нельзя понимаете о это не вариант если есть вещи которые связаны с берегами вот допустим женщина наваливается на берег означает начала гулять там посмотреть на кого-то или на работе там жить или детьми не занимается или еще что то есть она ну и свое русло к реке хочет выйти нельзя самое время сказать потому что берега должны быть высокими нельзя женщине давать выходить за русло она уйдет и собой жизнь сама испортит а вот сужать русло нельзя то есть если ты зажимаешь и счастье говоришь с подружками не общаться там рисовать тебе нельзя то нельзя то есть о чем можно тогда стирать убирать и готовить ну тогда все она начнет бурлить то есть она не будет нормально жить она не будет части эти давать еще раз повторяю мужчины счастье получают от кого от жены и от детей а это река жизни как раз сама мужчина счастлив их счастьем это надо знать мужчина должен укреплять себя чтобы река не размывала его как бы жизни если она будет размывать значит она выйдет из берегов потом будет она размывать будет обязательно же река всегда точит мужик мужик женщина всегда точит мужик чем крепче у мужчины психика тем меньше точек тем легче жить поэтому мужчина должен учиться быть крепким вот это знание вот этой вот понимание вот это река и берега она расставляет все по местам потому что часто люди завидуют друг другу вот например мужчина завидуют женщину город чё ты такая расслабленная чё ты слишком много с подружками сюсю пусю улыбаешься все время такая довольная такая наслаждаешься очень много жизнью это зависть женскому рождению женщина разделась чтобы сюсю пусю и наслаждаться и испытывать счастье от жизни она для этого родилась если ты и запрещаешь значит она с ума сойдет и не дают жить просто теперь женщина говорит мужчине а чё ты такой серьезный строгий у тебя какие-то принципы правила так извини он же берега он поэтому огорать а твои течение ограждает не дает тебе утечить сторону не дает тебе растечься подмывать берега и так далее то есть вот в этом и то есть зависть человеку там мужчине говорит что он слишком серьезный слишком строгий слишком как бы правила у него какие-то так это его жизнь тоже неправильно понимать женщине говорит не надо наслаждаться не надо быть счастливой тоже неправильно понимаете мужчина не должен завидовать женскому рождению женщина не должна завидовать мужскому каждый получает свое в жизни и так запомните то что главное я хотел вам донести это то что если вы научитесь мягкому уступчивым и даже игривому понимаете гривым потому что только в атмосфере игры любовь живет вот допустим если вы что-то в серьезных шутку говорите близкому человеку это правильно хотя с точки зрения как бы отношений часто это кажется глупо но на самом деле никакой глупости нет это большая мудрость вот если вы шутите с близким человеком говорите шутку о серьезных вещах не давите на него аккуратно мягко то в этой игривой энергии любовь сильнее всего течет и сердце близкого человека лучше всего проникает знание и близкий человек лучше всего в этой ситуации будет все понимать осознавать и себя менять попытайтесь это понять это это парадокс но это так поэтому я за я замечал такие семьи когда они мягко аккуратно так намеком шутят друг с другом вот это есть самый правильный стиль который приводит победе близких отношений но этот стиль трудно достижимо если вы думаете что типом чем детский сад что ли это не детский сад шутить с близким человеком мягко себя вести очень трудно потому что через него же действует твоя судьба а судьба не шутит она жестит и поэтому только сильный человек который способен принимать свою судьбу удары судьбы прощать терпеть он может себе позволить это в мягкий добрый стиль в отношениях с близким человеком который и приводит к победе над судьбой и счастливой личной жизни нравится как мужчина так себе да женщина нравится с мужчиной тоже нужно по-доброму себя вести нужно смиренную позицию занимать давать мужчине быть сильным возможности иногда настойчивым твердым придавать ему возможность иметь свою позицию в жизни выступает если женщина так себя ведет она его развивает мужчину он становится добрее но при этом понимать есть еще вопрос унижения например если мужчина грубит надо чуть от дистанцию это двигаться не позволять грубить собой но принципы мужские не надо переламывать пытаться его как бы сломать его правила принципы правила меняются тоже доброты доброй позиции какие у вас вопросы вот именно потому что я сказал последний вот по этой теме у вас есть это самое главное если вы будете культивировать эту позицию игривый добрый ласковый мягкий стиль в отношениях вы достигнете всего чего хотите но это очень трудно сделать для этого нужно правильно жить я вам рассказывал об этом раньше без этой силы внутренней вы не сможете добиться вот таких отношений и переломить ход своей судьбы потому что судьба жива будет испытывать мучить близким человеком как